В Сочи женщина с детьми и матерью-инвалидом насильно выселяется из дома группы армян, которые провернули мошенничество с документами. Выяснилось, что русская семья некоторое время назад приобрела жилье у армян, которые впоследствии начали обращаться в суд и Росреестр для признания сделки недействительной. Первый суд они проиграли, но в дальнейшем оказалось, что риелтор также был в сговоре с армянами. Кроме того, одна из представительниц диаспоры работает в Росреестре. Благодаря всему этому новые суды прошли в их пользу. Сейчас русская семья, женщина с двумя детьми и матерью-инвалидом сидят в осаде в доме, окруженные диаспорой армян, которые приходят, чтобы захватить их дом. Местные власти не реагируют на ситуацию, не желая разбираться в мошеннической схеме с имуществом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал ФСБ разобраться с мошенниками в Сочи и теми, кто их покрывает. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что в поселке Дагомыс в одном из домов забаррикадировалась семья, которая старается отстоять свое право на купленное жилье, но ее пытаются выселить с помощью полиции. Во всех регионах страны, кажется, уже навели порядок с недвижимостью, а Краснодарский край все греется на солнышке, закрывая глаза на откровенные преступления. А если на стороне жуликов выступает еще и полиция, то необходимо искать на нее управу в Следственном комитете, прокуратуре и ФСБ силовики просто обязаны реагировать на подобное беззаконие, заявил депутат. По его словам, в регионе риелторские мошенничества нередкости федеральные власти вплотную занимаются несколькими подобными случаями, сталкиваясь с настоящими мафиозными структурами. Журавлев добавил, что на законодательном уровне уже сделано все возможное, правила игры установлены, но не все региональные власти, очевидно, их придерживаются.